Профессиональные борцы Сумо совершили традиционный обряд, посвященный встрече Нового года. Церемония, состоящая из топтания на месте, прошла на территории знаменитого токийского храма Мэйдзи-Дзингу. Центральная роль досталась лучшему борцу по имени Хакухо. При весе 151 килограмм он довольно легко справился со своей задачей и твердо удерживал равновесие даже на одной ноге. 29-летний Хакухо имеет высшее звание борца Сумо – Якадзуна. На его счету 32 главных трофея Сумо – императорских кубка. В истории спорта такое количество завоевывал только один Якадзуна – Тайха, который завершил карьеру в 1971 году. Впрочем, Хакухо не намерен делить первенство и планирует завоевать 33-й кубок уже в январе. Я надеюсь, что смогу подарить рекордную победу своим болельщикам в первом туре этого года. Так много людей пришли, чтобы увидеть сегодняшнее выступление, и я чувствую их большие ожидания. Посмотреть выступление Хакухо и его соперников Харума Фудзи и Кокурю пришли сотни поклонников. Кому-то удалось поздороваться с Хакухо за руку, но лишь одной женщине посчастливилось получить его автограф. Она пожелала удачи своему куниру. Я надеюсь, что он сделает следующее соревнование историческим. Я поздоровался с Хакухо. У него очень мягкая рука, и я чувствовал себя очень хорошо. Сегодняшний день я не забуду до конца жизни. Сумо уходит своими корнями в древнейшую историю японской культуры. Считается, что изначально эта борьба зародилась в храмах и была частью религиозных церемоний. В 60-х годах прошлого века Сумо стала интернациональным единоборством. Так, например, три элитных борца – Хакухо, Харумафудзе и Кокурю – выходцы из Монголии.